Я в это не верю, но подписчики на что-то способны. Прозвучало так, как будто ни на что не способны. И отныне это новая рубрика Made from Подписчики. И я рассказываю тут о прикольных проектах, сделанных участниками нашего небольшого сообщества Bombaystick Group, которое сейчас переросло в новый небольшой телеграм-канал. Здесь самое, что есть обычные ребята, такие как я, такие как вы. И если серьезно запариться, мы можем что-то сделать прикольное. Поэтому погнали смотреть игру от Нубика про кафе Шлепы. В этой игре нужно собирать батарейки, чтобы включить генератор и убежать от плохого шлепы аниматроника. Вы думаете, все? И что? А то, чтобы собрать батарейки, вам нужны ключи. А для некоторых ключей понадобятся еще ключи. Все это время вас будет искать шлепа. И неожиданно появляться и пугать вас. Здравствуйте, могу я заказать немного пельменей? Здравствуйте, конечно, что-нибудь еще? Нет, спасибо. Хорошо, ваш заказ скоро принесут. Вам будет казаться, что вы одни. Но поверьте, неожиданных моментов будет много, на вроде этих. Ладно, это было просто игровое вступление. Оно эпичное, как по мне, и мне нравится. А игра уже началась, и пора выбраться отсюда. О нет, этот звук означает, что нас видит флопа. Вот и первый ключ. Флопа не видно, но слышно механические шаги. На самом деле, это был мой самый первый раз, попытка пройти игру. С каждой смертью я эволюционировала и поняла, что умею ходить и могу убегать от шлепы. Флопа легко обманул. В игре есть, если хотите, два недостатка. Это темнота, от которой через 15 минут игры начинают болеть и вставать глаза. Очень напрашивается фонарик, хотя бы небольшой. Ну просто боль в глазах. И уже прошел месяц, а у меня до сих пор болят глаза. А еще недостаток это то, что инвентарь ограничен, и вы не можете взять ключи, например, когда все завито батарейками. Я не сразу поняла, что делать, и имея несколько батареек, надеялась найти заветный фонарик. Но разработчик все объяснил, и я свыклась, а недостаток места в инвентаре окажется преимуществом для любителей трудностей. Если вы любите игры на вроде пиги, и не любите слишком простые игры на вроде радужных друзей, то я советую сыграть в эту игру. И помимо одиночного режима, можно играть до четырех игроков, и есть хардмод. За победы вам дают пельмешки, а за пельмешки разблокировываются предметы. Предметы в магазине, это кооперативные бусты, которые действуют для всей команды. Я очень рекомендую сыграть сначала в одиночку, чтобы понять прикол игры. Вам только кажется, что все легко. Шлепа нехило будет мешать вам пройти. Вы поймете некоторые его приколы, и научитесь с ним обращаться. Но далеко не сразу. Мне очень нравится, что за окном идет дождь, и стоят дома. Есть ощущение, что карты не ограничиваются одним кафе. Сейчас я спряталась от флопы, и закрыла дверь. Да, от флопы можно спрятаться. Иногда. Жду, когда он уйдет, чтобы пройти дальше. В игре есть сюжет, и он содержится на записках, разбросанных по кафе. У игры есть продолжение, и оно проходится уже по-другому. Продолжение игры, логическое продолжение сюжета. Там также есть свои записки. Лопа настиг меня. Ну, а сейчас давайте пройдем первую главу. Я в туалете с лимоном. Сделай дверь. Открывай. Ой, шлепа. Ну, я тут посижу, подожду пока. Кафе скоро закроется из-за больших проблем. Хм, да какие могут быть проблемы? Хотя мне остывшие пельмени продали. Сейчас попытаюсь выяснить, почему пельмени остывшие. Да все понятно, тут электричества нету. Ой, привет. А, все нормально? Ты что, лежишь здесь? А ты пельмени не ел случайно? Черт. Ой, кажется, это недовольный повар. И ему от меня что-то надо. Так, кажется, у него не очень добрые намерения. Наверное, он понял, что не умеет готовить. Пора отступать. Блин. На кухне лимон. Ничего необычного. Пока я пытался объяснить лимону, что тут делать. Пришел шлепа. Кажется, мы нашли причину плохих пельменей. Пора сваливать. Этот шлепа, кстати, аниматроник. Неудивительно, что он не умеет готовить. Мне каждый раз нужно возвращаться сюда, чтобы скинуть батарейки. Проблема в том, что шлепа тоже возвращается сюда. Еще записка. Я хочу уйти с работы. Что-то странное происходит в кафе. Кажется, шлепа добавляет в фельменей слишком долго засидевшихся посетителей. Мне осталось положить последнюю батарейку. Флопа периодически посещал кухню и был в курсе всего, что происходит. И если сейчас он меня поймает, то теперь никто не узнает, что тут делается. Так, блин. Сейчас осталось включить генератор. На самом деле, до этого момента я шла очень долго. Так как шлепа постоянно мешал мне. Надеюсь, это будет не ядерный взрыв. Флопа за дверью. Он ушел в другое техническое помещение. Наверное, на зарядку пошел. Ура, это полиция! И это первая игра такого рода, в которой хоть кто-то вызвал полицию. Невидительно, что-то сделала я. Дальше с Гопом были беседы на вроде что-то случилось. Был ли кто-то убит. И главный герой рассказал то, что аниматроник всех там убивает. Убит директор. Потом мы поехали с полицейским. И вторая глава. Это продолжение первой. Но я не буду спойлерить. Я ее прошла, говорю сразу. Вы поиграйте лучше сами. Давайте поддержим разработчика. И вы сами ее пройдете. За этим маленьким проектом может быть еще не один проект лучше. Я желаю автору найти свою идеальную команду и сделать шедевр. Будет круто увидеть популярную игру, созданную тобой. Внимание! Важное обновление. Прямо сейчас в игре Флопа Хэллоуинский ивент. Где вы будете спасаться от призрачного шлепы. И собирать тыквы, за которые вы получите либо деньги, либо неожиданный сюрприз. Три взрыва тыквы. И вам хана. Шлепа соберет из тыквы ваш фаршик. И сделает себе особенные пельмени. Также следите за выходом новых промокодов на монетки. На доске в этом здании. Это бомба. Сплей смотри, что еще делали мои подписчики в других роликах. И до новых видео.